Мы сейчас находимся на отдыхе, и здесь наблюдают такие картины, как бы, какие парни с какими девушками живут, какие девушки вообще здесь. И есть несколько интересных моментов, допустим, ну мы находимся в Египте сейчас, я сторонник того, что нужно путешествовать вообще в разные страны, что-то посмотреть мир, потому что мир настолько огромный, что нужно расширять свою карту сознания, карту привычного. И когда мы заселялись в отеле, попался один чувак на входе, который сказал, что я сюда уже приехал седьмой раз. И это нас так позабавило, что логика такая, человек первый раз, видимо, приехал когда-то в Египет, потому что это бюджетный отдых, и здесь много денег не надо, чтобы сюда приехать. И ему так понравилось, что вот он решил сюда ездить и ездить еще. Но смысл-то какой? То есть он считает, что кроме вот этого места, кроме вот именно этого отеля, там, этой комнаты, где он все время живет, нет больше в жизни ничего интересного. То есть это говорит о том, что мужчина настолько ограниченно мыслит, что вот... У него реально ограниченное мышление. Ну как так? Можно же по его поехать в другой раз в другую страну. В третий раз в третью страну. Это же круто. Путешествовать, ребята, это очень круто. Можно съездить в Таиланд, это моя любимая страна. Можно съездить в Вьетнам, в Камбоджу, куда-то в Азию. В Европу, в конце концов. Еще куда-то. Но не надо топтаться на одном месте. И это говорит о том, что человек реально ограниченный. И многие так ограничивают себя по жизни не только в путешествиях, а вообще во всем. Или еще второй момент, что мы увидели парня с очень такой полной... Ну не хочу говорить слово толстой, да, потому что у каждого свои вкусы. Но реально с очень полной девушкой такой, молодая, но она реально просто здоровее своего парня раз в два, в три. И забавно то, что вот неужели человек, вот мужчина, да, то есть он не хочет иметь красивую женщину рядом с собой. Неужели вот его не сглазняют какие-то реально там классные формы, какие-то интересные, красивые девушки. То есть он просто согласился и поставил себе кресло. Он, видимо, изначально считал, что максимум чего он может добиться в жизни, чем он... Что может к нему прийти хорошего, к чему он может прийти. И это вот эта вот жирная толстая девушка, и все. И какая-то, не знаю, там неинтересная, стрёмная работа. Опять же, там пять раз подряд съездить в Египет, и вот так вот он живет. Я вас еще раз, очередной раз призываю к тому, что расширяйте свои ранки. Ездите путешествовать почаще, ездите путешествовать в разные страны. Если у вас нет денег, поставьте себе цель. Как только вы съездите куда-то хотя бы первый раз, один раз, после этого вы загоритесь настолько, что вам захочется делать это еще и еще. Посещайте разные страны, посещайте разные города в России. Путешествуйте. Ну, мир настолько интересный, чтобы просрать его вот так вот, сидя дома, там рядом с толстой женщиной. И что касается этой женщины, что... Ребят, ставьте себе планки самые высокие. Не только в целях, в бизнесе, в работе, но и в женщинах. Сначала попробуйте много разных, красивых, некрасивых, разных, интересных, неинтересных. И потом вы сможете понять, какая вам нравится. Я вам каждому желаю, ничего не имею против, там, полных женщин, да, но... Выберите себе женщину, которая вам действительно нравится, а не которая просто доступна оказалась здесь рядом, а она больше, вроде бы, у меня яиц не хватит. Расширяйте свои границы, ребята. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин